В третье воскресенье июня в стране отмечают День медицинского работника. По этому поводу на праздник во Дворец культуры области съехались лучшие в профессии из разных уголков Могилевщины. День медика – праздник всех, кто так или иначе сталкивается с медициной. Биологов, лаборантов, что проводят тесты, инженеров, которые разрабатывают новое медоборудование, санитарных служб. Поздравляли и преподавателей, студентов, интернов, а еще выпускников профильных учебных заведений. В свой профессиональный праздник награды получили 140 человек. Очень благодарна своему коллективу, люблю его, уважаю своих девочек, всех мальчиков, которые у меня работают. Поэтому всем благо, благо и мира, и любви, и здоровья в День медиков. Как известно, случайных людей в медицине не бывает. Врач-стоматолог Кристина Юрченкова тому подтверждение. В своем зубном деле она уже 10 лет. В 2013 году окончила медуниверситет. С тех пор Кристина неизменно создает красивые улыбки во второй стоматологии Могилева. На мой взгляд, хороший стоматолог должен обладать следующими качествами. Это внимательность, отзывчивость, чуткость, доброта, умение выслушать пациента. А также простым языком рассказать о его диагнозе и плане лечения. Самое главное. Хороший стоматолог, как и любой другой врач, должен просто оказать человеку помощь, а не думать о финансовой выгоде. Как говорится, учение и труд. Стремление развиваться потолкнуло Кристину на различные курсы, конференции и мастер-классы. Плюс постоянная практика. И результат не заставил себя ждать. В этом году Кристина стала заведующей лечебно-профилактическим отделением. Эмоции на данный момент положительные, да, это появилось больше ответственности, потому что теперь я отвечаю не только за свою работу, но и за отделение в целом. Потому что все какие-то спорные ситуации, конфликты уже ложатся на мои плечи непосредственно. Визгбор машины и ужасная боль – это то, что ждет вас у стоматолога. Выдыхайте. На деле все уже давно не так. Во второй стоматологии Могилева используют только современное и практически бесшумное оборудование. Оно сразу легло в руку специалистов. Конечно, не обходится без помощников. Используют в своей работе налобный осветитель с бинокулярной лукой. Это позволяет видеть рабочее поле более четким и в увеличенном размере, что в свою очередь оказывает положительное влияние на качество проводимой процедуры. Эти очки – визитная карточка второй стоматологии. С ними за кресло садится практически весь медицинский штат, если точнее, 19 специалистов. К такому оборудованию привыкли и пациенты. Кстати, о них. К нашей поликлинике приписано 76 180 человек. Это жители как Октябрьского района города Могилева, так и ближайших. Это Кадзина, Лейна. Они прикреплены к нам. Цифры не уменьшались даже во времена пандемии COVID-19. Да, стоматология приостановила плановое оказание помощи, но продолжала принимать пациентов по острой боли. Работа с ротовой полостью – это риск. На него медики шли ежедневно. Помощь оказывалась как здесь, на дополнительные меры защиты принялись. И также я еще на тот момент работала обычной медицинской сестрой в кабинете. У нас была организована выездная бригада в госпитале Великой Отечественной войны. И вот там мы уже оказывали помощь пациентам с COVID-19 инфекцией. Мы были настроены на то, что нужно помочь людям, несмотря ни на что, в любой ситуации, чтобы все были здоровы. Ничего их не беспокоило. Сейчас COVID отступил. Но стоматология все так же заботится о своих пациентах. Наша поликлиника теперь оказывает еще и дополнительно с 20.00 до 23.00 неотложную стоматологическую помощь населению города Могилева, территориально прикрепленному. То есть пациенты, которые не успевают свое, ну или по какой-то причине в рабочее время посетить поликлинику с острой болью, то мы их принимаем до 23.00 на сегодняшний день. Здесь получают стоматологическую помощь в виде ортопедической, стоматологии, хирургической и терапевтической помощи. А кроме этого, есть еще какие-то направления в работе? Профилактическая стоматология. Она на сегодняшний день самая главная, потому что без профилактики заболеваний мы далеко не протянем. Лучше предупредить это заболевание, чем его лечить. Такая вот разносторонняя и, главное, совсем не страшная вторая стоматология Могилева. А еще современная и молодая. В прошлом году она отметила свое 40-летие, а вот к 45 стоматологии обещают обновление. Думаем установить в следующем году, ну максимум в 2025 году, 2D-3D-компьютерный томограф для того, чтобы делать лучшие исследования наших пациентов.